Хроника победы, черный день для армянского спецназа В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерии позиций подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдаамском, Хаджавенском и Губадлинском направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери. В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один БМП, два РСЗО БМ-21 град, восемь различных видов пушек, два мачты связи и пять единиц автомобильной техники противника. Армянские воскресенье подвергли обстрелу из артиллерийских орудий, минометов и стрелкового оружия позиций подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе. В ночь на 1 ноября в разное время селе территории Бердского, Чамбаракского и Гориского районов Армении противникам были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Тавузском, Гедобекском и Губадлинском районах. 1 ноября, начиная с 10 часов ровно, вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх, село Гапанлы, Эскипара, Сахлаабад района, а также село Юхары Гиямеденле Акджабединского района. В ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем. У подразделений противника, нейтрализованных в ходе боев на Зангеландском участке армяно-азербайджанской границы, были взяты оружие и боеприпасы в качестве трофея. В результате проведенной азербайджанской армией операции была уничтожена воинская часть войск специального назначения 022 Вооруженных сил Армении. По данным Минобороны, 70% личного состава воинской части погибли или ранены. Оставшиеся в живых военнослужащие были приписаны к разведывательным подразделениям других полков. Командиром этой воинской части являлся получивший звание национального героя Армении посмертно полковник Вагна Сатрян, уничтоженный 13 октября. Уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», подвергавшие обстрелу позиций наших подразделений на Зангеланском участке армяно-азербайджанской государственной границы.